Наиболее вероятно, что шахматы существуют примерно 15 столетий, а родина шахмат – Индия. Первые данные о шахматах историки относят к 570 году н.э. В старинных рукописях встречаются упоминания о первоначальной форме шахматной игры, называвшейся чатуранга. Этими словами индийцы обозначали армию, состоящую из четырех видов войск – боевые слоны, конница, боевые колесницы, пехота. Эта игра не обладала нынешней расстановкой и полным комплектом фигур. Не было ферзей, а главное разыгрывалось при помощи игральной кости, и целью ее был не мат, а уничтожение всех неприятельских фигур. На основе чатуранги сложилась новая, более совершенная игра – шатранг, арабское название – шатранж. Число фигур и их расстановка приобрели современный вид. Целью игры стал мат неприятельскому королю. Но в шатранже не все фигуры делали свой ход, как в современных шахматах. Ходы ферзя, слона и пешки были другими. Староиндийские шахматы постепенно изменялись и превратились в ту игру, которая позднее пришла в Европу через соседние с Аравией страны. Из Индии в Персию ее привезли купеческие караваны. Вклад арабов в развитие игры был всесторонним. Например, ферсидское выражение «шахмат» означает «король умер». Уже в восьмом веке имеются заметки о шахматной игре. Спустя десятки лет появляются сведения о шахматных состязаниях. В 850 году Ал-Адли написал первый шахматный трактат. В Европу шахматы привезли крестоносцы, вернувшись после войн на Святой Земле. Как же все-таки появились шахматы? Есть много красивых легенд о том, как были изобретены шахматы. Но не сохранилось имени изобретателя этой древней игры. Шахматы — это народное творчество. Есть такая легенда. Это было давным-давно, тысячи полторы лет назад. Индийский властелин Шеран не отличался умением управления, а потому в короткое время довел государство до разорения. Тогда один мудрец, Сета, желая тактично сделать ему замечание по поводу неправильного поведения, сложил игру, в которой король, самая важная фигура, не может ничего достичь без помощи других фигур и пешек. Урок шахматной игры произвел сильное впечатление на властелина, и он решил отблагодарить создателя. Ты создал чудесную игру, мудрец. Проси награду, какую захочешь. Такая игра достойна быть забавой царей. В награду за изобретение Сета попросил зернышко пшеницы за первое поле шахматной доски, два зернышка за второе, четыре за третье, и так далее, удваивая число зерен с каждым последующим полем. Шеран удивился и решил, что речь идет об одном-двух мешках пшеницы. Это казалось скромной просьбой, но выяснилось, что общее число зерен превышало весь мировой запас зерна. Так он получил еще один урок мудрости от изобретателя шахматной игры.